Я вас всех приветствую, дорогие друзья, и снова неделя бонусов в GTA Online. Помимо старта Хэллоуина в игре, разработчики добавили акцию невиданной щедрости в виде двойных выплат на заказные убийства Франклина. И сегодня я вам покажу, как можно быстро и просто пофармить с помощью такой щедрости от Rockstar, конечно же, после небольшой рекомендации. Любите играть в GTA, но постоянно не хватает денег на новые тачки и недвижимость, тогда загляните в группу к Фасмилеру. Это отличный сервис с недорогой прокачкой, ведь гораздо проще заплатить 100 рублей за прокачку в этой группе, чем сутки напролет безвылазно фармить. Прокачка доступна как для пользователей ПК, так и для пользователей всех современных консолей. В общем, все ссылочки есть в описании под этим роликом. Итак, для запуска заказных убийств от Франклина у вас должно быть агентство, и чтобы их запустить, достаточно ему позвонить и выбрать пункт «Запросить заказное убийство». После звонка на карте появится маркер телефонной будки, с которым нужно взаимодействовать. Далее у нас запустится сама миссия, суть которой состоит в том, чтобы убрать определенную цель или цели каким-то указанным способом. Делается это все несложно и занимает по времени совсем чуть-чуть. Мне же выпало задание по устранению челика, который благополучно тусовался в отеле, и устранить его должен был путем выстрелов в двигатель машины, дабы спровоцировать взрыв. При этом я должен использовать винтовку с оптическим прицелом, которую по доброте душевной оставили буквально за углом. Дожидаемся в выписке нашего пончика и ждем, пока он сядет в бричку. Она, кстати, уникальная за счет того, что имеет гитары на заднем сидении, и вроде как эту же бричку можно заутать к себе с этой миссии. Как только пончик сел в свою тарантайку, делаем пару выстрелов, от которых пончик нехило так прожаривается, и быстренько текаем пока при памяти. По завершению задания нам выплатят 90 тысяч долларов, что весьма недурно. Но и при этом немножко обидно, учитывая, что это двойные выплаты в рамках этой бонусной недели. Если мы попытаемся запросить еще такое одно задание, мы столкнемся с КД в 10 минут, и тут стоит прояснить этот момент. Раньше на эти задания выплаты были гораздо больше, даже чем сейчас на двойных выплатах. Но и при этом КД на это задание было около получаса. Сейчас же в настоящее время оно составляет 10 минут, так что этот некий нерф не особо ощущается. И дабы компенсировать эти 10 минут, можно запустить контракты во всем том же агентстве. Это тоже простенькие задания, суть которых заключается в «Падай, принеси». Берем самое высокооплачиваемое из списка и идем выполнять. В этом задании мне нужно было вернуть мотоцикл из точки А в наше агентство. Точкой А был ангар в аэропорту, где нас дружелюбно встретили. Быстренько раскидываем тюбиков и забираем мотоцикл из самолета. Для выезда из ангара нужно нажать кнопку недалеко от ворот. После нажатия на нас накинут еще одну пачку тюбиков, которых нужно раскидать, дабы они не мешали. Ибо все мы с вами прекрасно знаем, что в GTA вражеский NPC стреляет очень метко и больно. Увозим мотик в наше агентство и за что получаем еще 70 с лишним штук. Вроде бы тоже неплохо, но эти 70 штук не всегда выпадают в списке. Так что можно сказать этот момент чистый рандом. Но слава богу он не такой уж и редкий. После выполнения контракта как раз проходит КД на задание Франклина, что позволяет нам его повторно взять. Опять же звоним Франклину, запрашиваем его, находим телефонную будку, смотрим катсцену и запускается задание. В этом задании мне нужно было устранить какого-то нефора с помощью фуры. Арендуем фуру на ближайшей стройке и встречаем нашу цель. И уже с помощью этой же самой фуры нужно таранить машину до состояния взрыва. Но чтобы было это легче сделать и чтобы цель от вас не уезжала, достаточно пробить ему все колеса. На этом задании можно упростить себе жизнь и взять фуру с ковшом. Но я же этого конечно же не сделал. Но все равно машина цели взорвалась буквально от малейшего прикосновения. После чего я покинул область и опять же получил свои честно заработанные 90 тысяч долларов. И в итоге, плюс-минус за 15 минут, по факту ничего не делая и вообще не заморачиваясь, мне удалось заработать чуть более 250 тысяч долларов. По меркам же-то на самом деле не так уж и дурно. Но, к сожалению, это все дело будет действовать лишь в рамках этой бонусной недели. А так, если вы, как и я, будете чередовать заказные убийства с контрактами агентства, то где-то за часик на этой неделе можно нафармить лям. Ну, плюс-минус еще 100-200 тысяч. И я вам скажу, что это очень даже хорошо для такого вида фарма. Где вы вообще не напрягаетесь и тратите наименьшее количество времени. И, конечно же, вам никто не запрещает чередовать эти выплаты с другими способами заработка в игре. Я лишь вам показал неплохой пример того, как можно быстренько заработать на этой неделе вообще не напрягаясь. Вы же можете делать как вам угодно. И да, да, я знаю, что у нас есть Кайоперика, которая принесет в десятки раз больше. Но, будем честны, от Кайоперика уже давным-давно всех тошнит. И именно такими способами заработка разбавлять геймплей куда интереснее, чем раз за разом бегать на Кайоперика. А у меня на этом все. Огромное тебе спасибо за просмотр. Еще увидимся и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok